Всем добрый вечер. У нас есть много, о чем нужно сегодня помолиться. Прежде всего, у нас есть очень важное представление, и я рад видеть вас здесь. Я рад видеть тех, кто смотрит нашу передачу. Сегодня вечером нам нужно особенно молиться, потому что мы собираемся начать вторую часть нашей передачи на тему «Зверь» и «Печать сверия». Я хотел бы, чтобы вы склонили головы. Любящий Господь, прямо сейчас мы просим, чтобы Твой Дух наполнил всех, кто принимает участие в этом семинаре. Мы также просим, Господь, пусть Твои ангелы изгонят и удалят всех демонов и всякий беспорядок, который может прийти и удержать нас от слышания того, что Бог скажет в наши сердца. Помоги нам сделать слово очень четким. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Небольшой удивительный факт мы получим, разбираясь с вопросом номер 7. Вы знаете, что если вы возьмете шесть окружностей, я использую монеты для такой иллюстрации, и разместите их в окружности, тогда пространство, когда остается в середине для седьмого, будет всегда равносильно диаметру других шести окружностей, которые одинаковы. Вы знаете, Бог определил, что семь это совершенное число для окружности. Для своих сот пчелы используют форму шестиугольника. Который является одним из самых прочных сооружений для строительства. Форма шестиугольника. Что это такое? Это когда шесть фигур окружают седьмую. Важное время, в которое Бог предназначил нам жить, благословенные дни, которые окружены шестью рабочими днями. Вы знаете, мне кажется, есть в этом что-то необычное. Например, Солнце, Луна и звезды устроены так, что это дает нам 365 дней в году. Все древние цивилизации имели год, состоящий от 360 до 365 дней. Это зависит от того, сколько времени требуется для Земли, чтобы совершить свой круговорот вокруг Солнца. Многие древние цивилизации также имели месяц, приблизительно равняшись от 28-30 дням лунного цикла. Вот отсюда мы получили слово месяц, Луна. Весь мир имеет день, состоящий из 24 часов, так как для Земли требуется 24 часа, чтобы вернуться один раз возле своей оси. Но где есть что-то на Солнце, Луне или звездах, что дает нам седьмой день недели? Весь мир, даже атеистические страны, имеют неделю, состоящую из семи дней. Единственное место, с чего это начинается, это происхождение этого мира, когда Бог сотворил небо и землю. Семь – это цикл времени. Это законченное полное число, которое Бог вновь и вновь использует в Библии, и в частности в Откровении. Это поможет нам лучше понять то, что мы собираемся изучать. На протяжении всего Откровения число семь символизирует завершенность или законченность. Число шесть изображает несовершенство, неполноту. Оно является основным компонентом для вавилонской системы исчисления. Тройная шестерка изображает тройной союз греха. Союз дракона, зверя и лжепророка. Ложная троица. Давайте подойдем к нашей теме разговора на сегодняшний день. Мы слышали немного о Каине и Авеле. В сегодняшнем учении мы будем говорить о печати Каина. Друзья, не пропустите это важное послание. Прямо здесь, в начале Библии, вы найдете двух братьев, приносящих жертвоприношение. Один убивает другого, один имеет печать. Затем вы найдете этот же сценарий в Откровении, который вертится возле спорного вопроса о поклонении. Адам и Ева с самого начала имели двух сыновей. Первые два человека родились с греховной природой, как Каин и Авель. Адам и Ева не родились с такой природой. Они умерли духовно, когда они согрешили. Затем все их потомство, все их дети рождались так же, как и мы, со своими эгоистичными желаниями. Мы должны научиться любить. Адам и Ева любили от природы. Это было врожденное чувство. Это не происходит для нас легко и свободно. Мы своей природе, прежде всего, любим самих себя. Это проблема, вызванная грехом. Поэтому они имели своих первых двоих сыновей, Каина и Авеля. Земля, много лет назад проклятая грехом, была очень красивой. Намного красивее, чем после потопа. Бог задумал систему жертвоприношений. Вы помните, когда Адам и Ева согрешили, они пытались прикрыть свою наготу фиговыми листочками. Бог сказал, что этого не следует делать. И он принес жертву ягненка. Он установил систему жертвоприношений прямо там, в Эдемском саду. Откровение говорит, что Агнец заклан со дня основания мира, когда Бог ввел систему жертвоприношений. Им сказали, что этот Агнец, всякий раз, когда они жертвуют молодого Агнеца за свои грехи, это символически изображает день, когда Бог придет. Божий Сын придет, как Агнец, который понесет грех мира. И они приносили свои жертвоприношения к воротам Эдемского сада. И Бог сводил огонь с неба и принимал их и относился благосклонно к их жертвам, показывая, что они прощены. Их поклонение было принято Богом, и он относился к ним благосклонно. Библия говорит нам, что Авель и Каин были похожи на Якова и Сава. Авель был пастухом, а Каин возделывал землю. И когда настало время, чтобы приносить самостоятельно жертвоприношения, когда они выросли и сделали это собственноручно, Авель сделал это в соответствии с Божьим замыслом, специальным указанием, которое дал Бог. Он наложил свои руки на голову этого маленького Агнеца и убил его. Его кровь была окроплена на жертвенник, и затем он положил его на жертвенник, и огонь от Бога сошел и принял жертвоприношение. Вы помните, когда Моисей торжественно открыл скини в пустыне? Когда они разжигали огонь, огонь сошел с неба, показывая, что Бог принял их поклонение и жертву. Когда Соломон открыл храм, который он построил в Иерусалиме, после того, как он помолился, огонь сошел с неба, чтобы показать, что Бог принял жертву. На горе Кормил пророки Ваала устраивали поклонение лже-богам, при этом огонь не сходил с неба. Божий огонь сошел с неба, когда Илья принес жертву, чтобы показать, что Бог принял его поклонение и его жертву. Каин сказал, я не хочу делать это таким способом, каким Бог предписал. Это аморально, и это очень долгая процедура. Авель, он пастух, а я фермер, я собираюсь принести свои собственные плоды. Я работал упорно, чтобы получить эти плоды, и он принес жертву от своего труда. Огонь с неба не сошел. Каин был оскорблен. Он рассердился на своего брата. Я верю, что Авель попытался обратиться к Каину. А Каин разговаривал с Авелем, со своим братом, и в конце концов он поднялся против него и убил его. Вероятно, он забил его дубинкой. Он убил своего брата. Из-за безнравственности Авеля или из-за его праведности? Почему Иисуса преследовали? Из-за его безнравственности или из-за его праведности? Он привел в ярость лидеров религиозных учений. То же самое дух будет виден вновь в последние дни. И затем проклятие пришло на Каина. Господь сказал ему, где Авель, брат твой? Он ответил, я не знаю, что я, сторож моему брату. На самом деле он высмеял занятие Авеля, который был пастухом. Я не пастух ему, я не сторож ему. Разве это не странно, что Бог задает вопросы, и мы думаем, мы можем лгать Богу. Так же, как Иона убегал от Бога. Бог знает все. Он хотел, чтобы Каин задумался, где твой брат? Это был его младший брат. Ему следовало заботиться о нем, и Бог сказал, голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли. К тому же Библия говорит нам, что сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Мы не уверены полностью, какое это знамение. Это не означает, что Господь спустился и поставил большое знамение на лбу Каина, где бы говорилось, не убивайте. Но Бог сделал что-то, чтобы пометить его. Это была аура, атмосфера. Что-то, что отличало Каина от других. Вы слышали о Чарльзе Мэнсоне, маньяке-убийце? Он имел сатанинские татуировки на своем теле. Даже хотя он был сухопар и тощий парень, никто из других заключенных не издевался над ним, потому что они верили, что он имеет ауру защиты от дьявола. Никто в тюрьме не хотел прикасаться к нему, так как они боялись его. Они думали, что он в союзе с сатаной, в сговоре с ним. Господь сделал что-то. Мы не знаем, что произошло, но никто никогда не убивал Каина. Каин умер в преклонном возрасте. Но обратите внимание на то, что произошло там. Жертвоприношение Каина не было принято Богом. И он убил своего брата. Два вида поклонения – истина и ложь. Одна в соответствии с Божьими заповедями. Согласно им, человек сделан для того, чтобы поклоняться. Вы знаете, откровение говорит нам, что это одно из больших заблуждений, которые дьявол будет совершать в последние дни, которое настолько убедительно, что может даже обольстить избранных Богом. Он извергает огонь с небес на землю перед человеком. Я заметил в Библии, что время, когда огонь сходил, служило доказательством Божьего одобрения и принятия их поклонений и жертвоприношения. Поддельная система поклонения создает видимость, что Бог якобы одобряет это. Ложный огонь с неба сойдет, чтобы показать, что Бог одобрил их поклонения. Это будет выглядеть, как будто бы Бог проявляется. Это будет выглядеть, как будто бы Дух Божий с ними. Но это не будет соответствовать Библии. Единственная наша безопасность в последние дни состоит в необходимости знания Библии. Аминь. Вопрос номер один. Кто будет защищен во время семи последних бедствий? Ответ. Откровение 3.7. Писание говорит, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Теперь подождите секунду, Даг. Я думал, люди, на которых поставлен знак, которые отмечены в откровении, все были потерянными. Каждый в Писании будет помечен пред Господом, перед тем, как Господь вернется. Мы не хотим думать, что печать будет как метка. Но вы знаете, на самом деле здесь используется один и тот же образный язык в обоих случаях. Каждый будет иметь или печать от Бога на своем лбу, или знак зверя на своей руке или на своем лбу. Каждый будет помечен. Это должно что-то говорить вам. Так или иначе, это точная метка. Знак или что-то. Большинство христиан в мире введены в заблуждение тем, что якобы дьявол собирается выстроить всех в ряд перед большой печатью и поставить число 666 на лоб каждого. Некоторые люди говорят, я не позволю поставить на себя печать зверя, я убегу, как только кто-то придет за мной. И они могут попасть прямо в руки дьявола, так как дьявол, он сообразительный, он ввел в заблуждение большую часть мира. Библия говорит в книге Откровения, который прельстил, ввел в заблуждение весь мир. Не применьшайте хитрость дьявола. Вопрос номер два. Что это за печать, которую имеет праведный? До этого мы говорили о начертании зверя. Давайте поговорим о знаке или печати, которую имеют божьи дети. Кто из вас хочет иметь такой знак? Кто из вас хочет иметь такую печать? Кто из вас хочет быть духовно одержимым? В канун Дня Святых вы не поднимаете своих рук на этот вопрос, не так ли? Это в зависимости от того, каким духом. Но вы знаете, почему вы были такими нерешительными? Это из-за того, что я сказал, духовно одержимые. О чем вы немедленно подумали при этом? Что это люди, одержимые дьяволом? Но Библия говорит, что высокий дух был в Данииле. Вы, я, может быть духовно одержимыми святым духом. Мы должны быть одержимы святым духом. Аминь. Мы должны быть крещены в воде и в духе. Мы хотим быть не только наполненными духом. Мы хотим быть запечатлены Божьей печатью на наших лбах. Что это такое печать? Я скажу вам, об этом говорится в Библии. Ключи находятся в Старом Завете. Сохраните свидетельство. Запечатайте закон посреди моих учеников. Следовательно, печать Божья – это закон Божий. Что такое печать? Давайте узнаем больше об этом. Вы, вероятно, видели печать в своей жизни. Большинство печати содержит как минимум три характеристики. По крайней мере, одна канадская печать. Иногда мы видим выступление президента. У него есть президентская печать. Печать будет содержать имя чиновника, звание чиновника или его территорию. Когда президент США выступает, журналисты сообщают по телевидению. Уильям Джефферсон Клинтон – это его имя. Президент – это его должность. США – это его территория. Некоторое количество печати вы найдете в Библии. Когда-то Понтий Пилат поставил печать на могиле Христа. Помните, они поставили камень на могилу и запечатали ее. Понтий Пилат поставил печать на воске. Понтий Пилат – правитель Иудеи. Это была его должность, его территория, его имя. Затем Дарий поставил печать на камень, которым он закрыл Даниила в логове Львов. Дарий – царь Мидии и Персии. Это три характеристики, найденные во всех печатях. Вопрос номер три. Какая из десяти заповедей включает все эти признаки, которые вы находите в печати? Ответ. Исход 20.11. «Ибо в шесть дней Господь» – это Божье имя – «создал», «сотворил» – это означает Его звание – «небо и землю, море и все, что в них». В центре Божьего закона одна заповедь, которая начинается со слова «помните». Это очень интересно, это единственная заповедь, о которой люди говорят. Нам следует забыть ее. Самой длинной из десяти заповедей вы приобрели печать Божью в его законе. Теперь, позвольте мне объяснить кое-что вам. Я надеюсь, вы уже знаете это. Начертание зверя, главным образом, это дух дьявола. Все, кто имеет начертание зверя, имеют дух дьявола. Все, кто имеет печать Божью, запечатлены Святым Духом, не так ли? Поэтому мы знаем, что внутренняя печать Бога – это Святой Дух. Но есть что-то, что выше этого, и мы сейчас рассмотрим это. В заповеди о субботе мы имеем печать. Господь Бог – это Его имя. Создатель – Его должность. Небо и земля – это охватывает все, что является Его территорией. Поэтому дьявол особенно ненавидит эту заповедь, так как каждый субботний день указывает на то, что Бог – наш Создатель. Дьявол не может сотворить жизнь. Он не может воскрешать, он не может исцелять. Все, что он может делать, это обманывать и создавать иллюзию. Он не имеет созидательной силы, он не может порождать, производить на свет. Он особенно ненавидит людей, так как мы через поступок любви можем дать рождение человеку по своему собственному образу, когда у нас есть семья. Дьявол не может сделать это, ангелы не вступают в брак и не рождаются в браке. Поэтому дьявол ненавидит людей, так как мы, подобный Богу, можем производить на свет по своему образу и подобию. Дьявол ненавидит субботу, как как это является напоминанием, что Бог – Творец. Вопрос номер четыре. Что Господь дал нам, что является специальным знамением Его силы? Что говорит Библия? Все правильно. Езекиилия 20.12 «Дам им также субботы моим, чтобы они были знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я Господь, освящающий их». Езекиилия 20.20 «И светите субботы мои, чтобы они были знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что Я Господь». Исход 31.13 «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между Мною и вами, в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас». Теперь, слово «знамение». В Библии, которую вы находитесь здесь, является синонимом словом «знак», «метка», «печать», которая используется в других местах Писания. Это означает то же самое. Суббота – печать. Это знак, это символ, это печать того, что мы принадлежим Богу, что мы Его собственность. Сколько из вас, когда вы приходите к Богу, понимаете, что вам нужно новое сердце, сотворенное в вас? Псалом 50. «Сотвори сердце новое во мне». Суббота – это знак, что Бог имеет эту созидательную силу в Его мире, чтобы дать вам новое сердце. Сколько из вас хотят быть освященными? Библия говорит нам, что суббота является знаком, что Он освящает нас. Все эти вещи, которые переплетаются с освобождением, ссылаются на субботу. Его творческая и Его восстановительная сила. Вот почему это очень важный источник. Люди недооценивают важность этих вещей. Вопрос номер пять. Что второй зверь заставит всех принять в Откровении, 13 главе? Мы говорили о печати Бога. Печать Божья найдена в Его законе. Это субботняя заповедь. И это Святой Дух, который дает нам покой, который Он представляет. Итак, зверь имеет начертания. Мы узнали, какой это зверь. Первый зверь в Откровении, 13, это Рим, и затем Римско-католическая церковь. Второй зверь это Откровение, 13, 11. Это США и протестантство. И поэтому не обижайтесь, это пророчество объясняет эти вещи. Я хочу повторить, я не говорю о людях. Это восхитительные люди во всех различных динаминациях и группах. Я ездил в Россию. Я люблю русских людей. Карен и я работали там 6 недель. Мы проводили серию собраний, подобную этим собраниям, и они были так добры. Там восхитительные люди. Я ненавижу русское правительство. Самая коррумпированная структура правительства. Спонтанные события, которые вы когда-либо видели. Вам может не нравиться структура компании, тем не менее, могут нравиться служащие и руководители. Вы понимаете, о чем я говорю? Лично я не пытаюсь произвести впечатление, хвастая, что я христианин, адвентист седьмого дня. Некоторые из вас уже могли понять это. У нас есть в самом деле милые люди в моей церкви. У нас есть также и не настолько милые люди, точно так же, как и в любой другой церкви. Поэтому вы понимаете, есть плохие и хорошие люди в любой динаминации. Итак, мы говорим на тему, о чем учит Библия, что есть истина Божьего Слова. Друзья, вполне ясно, что прямо перед вторым пришествием Иисуса Христа произойдет потрясение в религиозном мире. Люди разобьются на одну или две группы. Первую обозначим как знак Бога, вторую – печать зверя. Одна часть человечества будет поклоняться зверю и его изображению. Другая будет ходить в законе Божьем и поклоняться всемогущему Господу. Итак, когда Иисус вернется на землю, будут две группы людей, две дороги. Сейчас есть люди, которые придерживаются различных убеждений, и они занимают выжидательную позицию. Будут люди, которые оставят мою церковь. Я говорю это в контексте настоящего времени. Также будут люди из религиозных различных групп, которые встанут за истину. Итак, мы говорим об истине Слова Божьего. И когда бы вы ни говорили об истине, вы рискуете. Кто-то может обидеться на вас. Друзья, если я говорю вам то, что оскорбляет вас, то, пожалуйста, знайте, что моей целью не является сделать то, что могло бы оскорбить вас, но я должен следовать истине, чтобы рассказать вам то, о чем повествует Библия. Хорошо, вы можете помолиться за меня. Итак, давайте приступим к уроку. Откровение 13.16 является ответом на наш вопрос. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их. Вопрос 6. Что такое печать зверя? Следующий материал в нашем уроке. Этого нет в ответах, которым вы заполнили свои задания. Я приведу несколько цитат выдержки из католического вероучения. Это старенький перевод преподобного Питера Гиримена. Надеюсь, я правильно произнес его имя. Когда-то я ходил в католическую школу. Если вы хотите быть хорошим католиком, то вам нужно тщательно изучить катехизис. Он составлен в форме «вопрос-ответ». Это хороший метод обучения. Мы используем его на своих занятиях. Итак, мы отвечаем на вопросы. Этим методом пользовался Сократ. Он поможет вам думать. Для обучения Бог использует метод «вопрос-ответ». Это прекрасный метод. Вопрос. Какой день является шаббатом? Ответ из катехизиса. Воскресенье является шаббатом. Хороший вопрос. Почему мы отмечаем воскресенье вместо субботы, если суббота является днем шаббат? Ответ. Мы отмечаем воскресенье вместо субботы, потому что католическая церковь перенесла соблюдение субботы на воскресенье. Католики легко соглашаются с этим. Вопрос. Есть ли у вас еще доказательства тому, что церковь имеет власть устанавливать празднование заповеди? Другими словами, докажите, что церковь может объявлять святыми различные дни, о которых не сказано в Библии. Ответ. У церкви нет на это власти. Заметьте, сказано, у ней. Она не могла делать это, с чем согласны все современные верующие. Не все. Я позволю не согласиться. Большинство скажут да. Церковь не могла заменить соблюдение воскресенья, первого дня недели, ибо соблюдение запада, седьмого дня недели, является изменением и не имеет библейского подтверждения. Авторы абсолютно правы. Эти реформы не имеют библейского подтверждения. Не только католики соглашаются с этим, но также и большинство протестантов. Не хватит, чтобы дать вам всю информацию, но я все же попытаюсь рассказать вам как можно больше. Вот несколько цитат, которые вы можете найти в различных источниках, чтобы отменить, как это применяется в данном случае. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Я пришел не для того, чтобы упразднить, но упразднить. Это же бессмысленно, не так ли? Иисус не сказал, что исполнить означает наполнить полностью. Иисус пришел исполнить закон. Вот что это значит. Я не пришел, чтобы упразднить, но показать вам, как соблюсти закон. Об этом сказал Иисус. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». До сих пор существует земля. Небо тоже. Закон также существует и в наши дни. Друзья, Христос сказал, что закон не упразднится. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит их людей, тот малейшим наречется в Царство Небесном. Я знаю, некоторых людей посещают приятные мысли. «По меньшей мере я попаду в Царство Небесное. Я буду назван меньшим, но я буду там». Это неправильное понимание Писания. Иисус говорит, что люди Царства Небесного назовут такого человека наименьшим. Их там нет. Такие люди отнесены к категории наименьшие. Те, кто нарушит даже самую малейшую заповедь и научит их других людей. Это сказано о некоторых религиозных лидерах, которые выходят за рамки, кто учит людей, что они не должны соблюдать заповеди. Бог имеет милость для меня. Если я когда-нибудь пристану перед людьми и скажу им, вы не должны соблюдать Божий закон, грех является нарушением закона. Для служителя сказать, что грешить это нормально, является страшной доктриной тех, кто дружит с дьяволом. Сейчас я говорю то, что я имею в виду. Ведь закон показывает нам наш грех и приводит нас к Иисусу. Закон нужен не для того, чтобы спастись, но чтобы показать нам, что мы нуждаемся во Христе. И закон включает в себя даже малейшую заповедь. Не так ли? Я всегда получаю множество писем с вопросом о субботе. И, вероятно, вы тоже хотите мне сказать, «Дак, вы так много времени тратите на эту заповедь. Почему бы вам не поговорить об этом в другой раз? Что же вы хотите от меня, если я живу в обществе, где христиане говорят, что это нормально, нарушать одну из Божьих заповедей? Я буду говорить о любой из десяти заповедей. И сейчас самая известная заповедь пренебрегается христианами, протестантами, католиками. Божий субботний день. Почему это так важно? Мы знаем из Библии, что первые четыре заповеди говорят о нашем отношении к Богу. Делал уже показал себя, то, как он действует. Третья глава книги пророка Даниила. Сальному Ходоносор делает золотого истукана и отдает приказу Сидраху, Месаху и Абдинага. Нарушив вторую заповедь, обидал о поклонстве. В противном случае их бросят в печь. Парни предпочли подчиниться закону Божьему, нежели закону человеческому. В результате выбора юноши помещают в огненную печь. Но Господь освобождает их. Потом дьявол, уже в шестой главе, совершим еще одну попытку. Он издает политический закон, что все люди должны поклониться царю. Это нарушает первую заповедь. Даниила сказал, лучше я пойду в ров со львами, но я оставлю мои окна открытыми, и пусть люди узнают, что я молюсь всемогущему Богу. Мы живем в конце времен. Во второй главе послания Якова говорится, кто соблюдает твой закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Грех остается грехом, не так ли? Что бы это ни было, прелюбодеяние, нарушение субботы, это не имеет значения. Грех есть грех. Такова Божья воля. Нарушение субботы, это грех, равносильный заповеди, не пожелай ничего, что есть у ближнего твоего. Это грех. Ял очень хитрый, пронырлил и ловкач. В последние дни он будет говорить, у меня есть это, у меня есть это прямо сейчас. Чтобы мной восхищались, я собираюсь всем показать, я собираюсь сделать религиозно-политический закон, я собираюсь сказать церкви, соблюдай субботу, но не делайте этого в день, установленный, освященный и благословенный Богом. Просто мы изберем другой день, потому что Бог, он не заслуживает внимания. О, как коварно дьявол обходится заповедями, имеющими отношение к Богу. Каким хитрым и коварным он может быть. Смотрите, на что он может быть способен? Друзья, почему эта заповедь является большим вопросом? Потому что она станет главным вопросом в последние дни. Кому вы поклоняетесь? Шаббат является той заповедью, которая относится к этому вопросу. Итак, какой у нас сейчас вопрос? Вопрос номер семь. Можно ли увидеть печать зверя и печать Бога? Многие думают, что печать зверя будет наноситься на лоб. Какое-то время все думали, что штрих-коды были печатью зверя. Сколько из вас помнят, когда штрих-коды появились в первый раз? Я знаю, что некоторые люди говорили, что это и была печать зверя. Они думали. Они говорили, не покупайте продукты, имеющие штрих-код. Впоследствии, все эти люди умерли от голода. Знаете, на эту тему снимают много фильмов. Люди говорят, неожиданно вы исчезаете, а вас позабыли. Снимают также обо всем, что будет происходить в течение семи лет в Великой Скорби. Киношники изображают печать зверя в виде внешней, материальной печати. Дьявол хочет, чтобы вы думали об этом именно так, потому что это самая далекая от истин-гипотеза. Сатана ставит пьесу в шедевр обмана. Библия говорит нам о том, что представляет собой печать зверя. Послание к Евреям 10.16. Говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их. Божья печать в сердце и разуме. Более того, в книге Клисиаста 9.10 говорится, «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Ваша рука свидетельствует о том, что вы делаете, о ваших делах. Не так ли? Исход 13.9. «И да будет тебе это знаком на руке твоей, и памятником перед глазами твоими, дабы закон Господень...» Его что? Закон Господень был в устах твоих. Знаете, Иисус сказал, «От избытка сердца говорят уста». 12 глава Евангелия от Матфея. Итак, если в нашем сердце будет Божий закон, то он будет выходить из наших уст. Начали закон в вашем разуме, потом в вашем сердце, а потом он выходит из ваших уст, а потом вы начинаете его исполнять. А теперь быстренько откройте ваши Библии на книге Второзакония. Глава 6, и мы рассмотрим стих 8. Все вы помните этот замечательный отрывок в 4 стихе. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Второзаконие, глава 5. Вы можете посмотреть этот стих, просто переверните страницу. Там говорится о десяти заповедях. Стих 8. «Не делай себе кумира». Стих 9. «Не поклоняйся и не служи им». Запомните, что в те времена Библия не была разделена на главы стихи. После того, как Господь дал десять заповедейся нам Израилю, снова в 5 главе, в 6 главе, Моисей сказал, стих 8, простите, стих 6, «И добудет слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и добудут они повязку над глазами твоими». Так на иврите выражается «над глазами твоими», символизирует лоб. В Новом Завете на греческом пишется лоб. В Ветхом Завете они говорят «над твоими глазами». Это имеет один и тот же смысл. Голиаф получил удар камнем прямо между глаз, не так ли? Итак, откройте вместе со мной в 2-й законе, глава 11, стих 18. 2-й законе, 11, 18. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и добудут они повязку над глазами вашими». Не меньше, чем 4 отрывка из Ветхого Завета говорят о законе. Слово Божье было в разуме и на руке. В чем же заключается смысл этого? Здесь говорится, что в последние дни все Божьи люди будут иметь татуировки на своих головах или руках. Нет. Он говорит нам, «они мыслят беззаконное и насилие». Дело руки. Здесь говорится о деле рук. Другой стих. Мысли их. Мысли нечестивые. Опустошение и гибель на стезях их. Итак, надписи на руках, на головах символизируют наши мысли и дела. В библейском понимании это звучит, что вы поклоняетесь своим разумом, делаете что-то своими руками. Ваши ступни представляют собой направление вашей жизни. Вы знаете, как прекрасно ступить на гору. Эти слова имеют значение в Библии. Хорошо? Итак, Божья печать и Божий закон над глазами представляют собой любовь, посвящение Божьей истине. Вот поэтому Павел говорит в послании к Евреям 8.10, «Вложу законы мои в мысли их, и вложу их на сердца их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Это новый завет, друзья мои. Вот так вы можете отделить тех, кто поклоняется зверю, от тех, кто поклоняется Господу. У них есть закон Божий, и любовь в сердцах их. Аминь. Вопрос номер 8. «Как Иисус определяет, настоящие ли мы Его слуги или нет?» Римлянам 6.16. Неужели вы не знаете, что кто бы ни... Минуточку, я неправильно произнес. Кто составлял эти уроки? Разве не я? Римлянам 6.16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Евангелие от Иоанна 14.15. «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Иисус не сказал, «Если вы просто говорите об этом, Он говорит, «Если вы любите Меня, соблюдите заповеди». Вопрос номер 9. Вопрос номер 9. «Есть ли люди, у которых печать зверя?» Нет? Откровение говорит нам, что это будет происходить под давлением. Откровение 13.17. «Когда это придет, тогда никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Вероятно, вы видели это издание журнала «Тайм», где говорится о будущем денег. Мы все быстрее и быстрее становимся обществом, не имеющим наличных денег. Сколько из вас имеют один из этих? Вы привлекаете внимание каждого, когда вы открываете свой бумажник. Парень, говорю тебе, что всю ночь люди пристально наблюдали за мной. У вас, наверное, есть одна из карточек АТМ. Это карточки от торгового автомата. Теперь мы объединили мою АТМ-карточку с кредитной карточкой. Я хочу, чтобы вы знали, что это опасные вещи. Не потому, что они являются печатью зверя, но потому, что жителей США очень много, и у них есть долги. Карен и я оплачиваем наши долги, как только мы узнаем о них, потому что я не могу даже остановиться в гостинице или взять автомобиль на прокат без одной из этих вещей. Сейчас идут разработки так называемой супер-карточки, где будут содержаться не только данные о вашей езде на автомобиле, но и ваша фотография. Вы ищите свой банк и службу кредитных карточек, ваш телефон в этой службе. Вы попадаете на свою работу, нажав на магнитную полосу на обороте магнитной карточки с информацией для компьютерной щитки в учреждении информации о вашем здоровье. В общем, сейчас ведутся разработки супер-карточки. Она будет намного больше, чем эта. Вы просто будете потрясены, как много информации может поместить на такую крохотную полосу ленты. Если вы не идете в ногу с религиозными политическими законами, которые продолжают развиваться, тогда знаете, что произойдет? Например, вы собираетесь пойти в продовольственный магазин. Не знаю, как обстоит с этим дело в Нью-Йорке. В Калифорнии все закупают бокалейные товары, вставляя кредитные карточки в том месте магазина, где оформляют покупки. Они покупают газ. Я никогда не плачу наличными. Я пользуюсь кредитной карточкой всегда, когда покупаю газ. Это прекрасно. Это позволяет вести учет. Однажды появился закон, согласно которому мы будем поклоняться Богу так, как это будет угодно правительству. Если вы не зарегистрированы и не ходите в правильную церковь в правильное время, то когда вы пойдете в бокалейный магазин купить чего-нибудь, то вам скажут, что ваша покупка недействительна. Итак, будет использоваться не только этот инструмент. Между прочим, нет ничего плохого в кредитных карточках. Это инструменты, которые будут использовать. Зверь, возможно, будет использовать автомобили в своем служении. Значит ли это, что автомобили являются злом? Вы понимаете, о чем я говорю? Это всего лишь инструмент. Печатью зверя не является. Проверки, суета, наличные деньги. Несмотря на проблемы и вопросы секретности, все больше и больше американцев используют кредитные карточки и компьютеры для оплаты своих счетов. Они не будут покупать или продавать до тех пор, пока они не начнут сотрудничать с властью зверя. Главным образом, книга Откровений не рассказывает о междоличностных отношениях. В них говорится о царствах, политической деятельности и религиях. Разве они правы? Нельзя будет ни покупать, ни продавать. Вы знаете, прямо сейчас Соединенные Штаты оказывают воздействие на определенные места в мире. Они называют это экономические сакции. США ограничивают, контролируют или запрещают другим странам покупать или продавать с некоторыми государственными ренегатами, которые занимаются терроризмом, применяют антигуманные методы воздействия, в общем, всем, в чем их обвиняют, к примеру, военная агрессия Ирака или Кубы. Экономические сакции не позволяют этим странам покупать или продавать. И это есть путь и подъем нового мирового порядка. Вопрос номер 10. Какие две вещи пытаются изменить силы антихриста? Давайте немного поговорим об антихристе. Кто-то задал мне этот вопрос на этой неделе. Я думал, что это интересный вопрос. Можем ли мы узнать, кто такой антихрист? Да, можем. Вышла в свет новая книга, которая может нам помочь увидеть, что принц Чарльз — антихрист. Все хотят узнать, кто является антихристом. Если принц Чарльз — антихрист, тогда я ученый-ядерщик. Сколько раз в книге Откровений встречается слово «антихрист»? Ноль. В Откровении такого слова нет, но оно встречается в первом и во втором послании Иоанна. Иоанн говорит нам, что во времена его жизни появилось много антихристов. Характерные черты антихриста помогут вам узнать, кто он такой. В нашем ответе написано, «Возмечтает отменить у них праздничные времена и закон». В седьмой главе пророка Даниила очень ясно описывается антихрист. Существует одна из десяти заповедей, одновременно она и время, и закон. Что это за заповедь? Суббота. Заповедь о субботе. Она стоит в центре Божьего закона. Теперь обратите внимание на то, что пишут католики. Папа имеет власть изменять времена, отменять законы и о заповеди Христа. Иметь свое мнение о заповеди Христа. Какое жуткое заявление. Конечно же, католическая церковь утверждает, что перемена чего-либо была ее деянием. Заметьте. И ее деяние является печатью ее духовной власти. А что есть деяние? Печатью ее духовной власти и могущества в религиозных вопросах. Следующие строчки должны заинтересовать вас. Заметьте. Возможно, самая смелая революционная перемена, которая происходила в церкви в первом веке. Шаббат, святой день, был перенесен в субботы на воскресенье. В Писании нет ни строчки об этом, но это сделала церковь своей властью. Люди, которые считают, что Писание обладает духовным авторитетом, логически должны стать адвентистами седьмого дня и светить день субботний. То, что я вам сейчас прочитал, называется «Столетие католической церкви святой Екатерины», которая отмечалась в 1995 году. Нам нужно послать им благодарственное письмо. «Что это такое, что должно быть нашим кредо, мировоззрением, как сказал на это Петр?» Петр говорил это религиозным лидерам, которые сказали ему, чтобы он перестал проповедовать истину. «Мы должны повиноваться Богу, нежели человеку. Нам не следует придерживаться церковных мировоззрений, человеческих традиций. Но тщетно чтут меня, уча учениям, заповедям человеческим». Человек установил свои заповеди. Мы должны решить, кому мы служим, Господу, следуя Его Слову, или человеку. Изменения существуют не только во временах и законах. Католическая церковь произвела очень сильные перемены. Новости США, 1996 год. Папа благословил естественный отбор, хотя человеческая душа остается вне пределов досягаемости науки. Другими словами, человек имеет вечную душу, но он говорит, что эволюция до сих пор является хорошим вариантом в объяснении этого вопроса. Сотворил ли Бог человечество по своему образу и подобию, как это говорит Библия? Или же люди эволюционировали от животных, в соответствии с теорией, которую Дарвин создал 150 лет назад? Как говорит Папа Иоанн Павел II, эволюция может быть лучшим объяснением этому. Вы знаете, друзья, у меня есть небольшая теория по поводу этого, что если бы церковь соблюдала субботу так, как Бог предназначил это, тогда не было бы эволюционных течений, так как каждая суббота является напоминанием, что мы сотворены, мы не произошли от обезьян, приматов и аллигаторов. Согласно католической энциклопедии, нам не следует понимать бытие буквально. Они задумали изменить времена и законы и совершить значительные изменения в Божьем Слове. Вопрос номер одиннадцать. В чем Бог критиковал своих древних священников и пасторов? Важные вещи не должны изменяться. Что говорит Господь в Малахии 2.8.9? Вы послужили соблазном в законе, вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Теперь кто-то говорит, что если вы соблюдаете большинство из этих законов, это имеет значение. И вы знаете, большинство церквей, которые учат истине о субботе, говорят, «Моя церковь учит десяти заповедям. Мы не говорим много о субботе, но мы проповедуем остальные из этих заповедей. Или мы проповедуем субботу, но мы изменили немного, когда согласились с воскресением». Это называется лицемерие. Это уже не новое заблуждение, так как дьявол знает, если вы нарушили одну заповедь, вы виновны в нарушении всех. Можете вы представить себе человека, стоящего перед судом, который говорит, «Ваша честь, я понимаю, я виновен в убийстве, но я соблюдал все остальные девять заповедей. Это должно иметь какое-то облегчение для меня. Вы должны освободить меня. Примет ли во внимание суд такое заявление? Я не совершил прелюбодеяния. Я не лгал. Я не домогался чужого имущества. Я поступаю правильно в любом другом вопросе. У меня была небольшая проблема. Я убил человека. Только одну из девяти. Я выполняю 90% заповедей. Это должно что-то значить, правильно? Вы думаете, Богу понравится этот аргумент? Некоторые люди думают, что Господь взвешивает спасение, основываясь на этом. Он хочет знать, действительно ли мы любим Его. Вы знаете, как вы доказываете, что вы любите кого-то. Вы уделяете им свое время. Вы поклоняетесь своим временем. Суббота сделана для того, чтобы поклоняться Богу временем. И поэтому, когда люди скажут, «Господи, Господи, мы соблюдали Твои заповеди», Он объявит им, «Я не знаю, отойдите от меня, делающие беззаконие». Осия 4.6 «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих, так как они отвергли ведение». И затем он точно устанавливает, что они забыли закон Божий. Я не знаю, насколько более точным конкретный Бог может быть в этом вопросе. Вопрос номер 12. «Как Божьи древние лидеры принимали во внимание, расценивали заповеди Господни?» Вы можете найти это прямо здесь, в Библии. Осия 8.12 «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Вы знаете, я представляю истинную на субботе некоторым людям. Они выглядят такими сбитыми с толку и ошеломленными. Субботний день. Вы имеете в виду, что он в самом деле ожидает от нас того, чтобы соблюдали седьмой день? Какое это имеет значение? Я знаю, некоторые люди говорят, пока этот один день из семьи, это не важно, какой день недели является днем вашей субботы. Вы когда-нибудь слышали такой довод раньше? Я никогда не слышал, чтобы пастор вставал в своей церкви в воскресенье и говорил, пока вы появляетесь здесь в один из семи дней, не важно, какой это день. Если вы хотите приходить в среду, это будет хорошо. Они никогда не выберут такой аргумент, пока они понимают, что это должно происходить в воскресенье. Это удивляет людей, когда они говорят, «Мы знаем, мы уже не можем быть уверенными, какой день является седьмым». Это означает, что вы также не можете знать точно, какой день является первым. Правильно? У них не будет проблем по этому поводу, когда они знают истину о субботе. Вопрос тринадцатый. В чем Бог упрекнул религиозных лидеров в отношении своего святого дня суббота? Иезекиилия 22, 8. «Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь». Вы знаете, существует только несколько вещей, которые Бог называет святыми. Иезекиилия 22, 26. «Священники ее нарушают закону и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого, и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них». Друзья, я видел это много раз, и это разрывает мое сердце. Вы знаете, доказательства такие убедительные, такие непреодолимые. Я говорил вам это, когда в первый раз изучал истину о субботе. Я не хотел верить этому, так как я был другим человеком. Я не хотел быть таким. Для меня было проблемой приспособиться к моей церкви, которую я посещал, где собрания проходили по воскресеньям. Я подходил ко всем пасторам, и я просил их предоставить мне некоторые доказательства. Подтверждение из Библии всему этому. Я принял Господа, так как я верил Библии. Я должен поступать в соответствии с Библией. А когда я пытался выяснить, какая церковь поступает в соответствии с Писанием, они все противоречили друг другу. Поэтому я подумал, буду поступать в соответствии с Писанием. И каждый пастор давал мне свой совет. Они все противоречили друг другу. Один говорил, да, суббота по-прежнему соблюдается, а воскресенье является седьмым днем. Календарь был изменен. А другой говорил, мы не под законом, нам больше не нужно соблюдать десять заповедей. Я сказал, как мы можем нарушать десять заповедей? Нет, мы соблюдаем дух закона. Что это значит? И у них нет проблем по поводу соблюдения закона для тех пор, пока не упоминается суббота. Тогда она соблюдается духовно. Затем, конечно, у вас есть другие люди, которые говорят, что Иисус воскрес в первый день, поэтому Он стал новым субботним днем. Я сказал, есть ли какая-нибудь заповедь, где Он приказывает, чтобы мы соблюдали первый день? Нет. Подумайте, друзья, что если спустя некоторое время в продолжении этого семинара кто-нибудь предоставит справку, комментарий из Священного Писания, где Господь приказывает нам соблюдать первый день, как Новую Субботу для христиан, такого нет в Библии. Бог не был таким неоднозначным, неопределенным в отношении одной из Его заповедей. Насколько более ясным, насколько более конкретным может быть Бог в отношении этого вопроса, чем Он на самом деле есть? Скажите это своими собственными устами, запишите это своими собственными руками, чтобы изобразить непреложенную вечность, сущность. И затем Он говорит, да коли не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона. Скажите мне, как мог Иисус сказать еще яснее, что десять заповедей не подлежат изменению, и это также включает истину о Субботе? Я не говорю, что мы спасаемся, соблюдая Субботу. Я до сих пор смеюсь про себя, когда люди подходят ко мне и говорят, да, ты проповедуешь истину о Субботе, и ты говоришь людям, что мы спасены делами. Я говорю, если вы говорите им не соблюдать Субботу, вы являетесь тем, которые пребывают в делах. А я говорю им отдыхать, правильно? Я говорю, соблюдайте Субботу. Отдыхайте, не работайте. Я отдыхаю. И затем, конечно, есть очень набожные люди, которые говорят, вы знаете, Даг, вы двигаетесь вперед, вы соблюдаете Субботу, но я поклоняюсь Богу семь дней в неделю. А я отвечаю ему, я верю, нам следует поклоняться Богу семь дней в неделю. Но заповедь говорит, не делай в этот день никакого дела. Если вы делаете это семь дней в неделю, тогда вы не святые, вы ленивые. Здесь говорится о физическом отдыхе. Вопрос номер 14. От какого именно греха Господь приказывает своим лидерам отказаться? Исайя 58, 13, 14. Это то, что я пытаюсь сделать, друзья, молитесь за меня. Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его. И затем он продолжает, и послушайте то, что Бог говорит. Если ты удержишь ногу свою ради Субботы, он точно определяет какой-то проступок, какой трубный звук мы должны возвещать при этом. От исполнения прихоти твоих во святой день мой. Вы знаете, почему он говорит, удержишь ногу твою? Потому что люди наступают, попирают закон Божий. Он говорит, не топчите мой закон, не вытирайте больше свои ноги об него. Он святой. Существует только несколько вещей в Библии, которые Господь называет святыми, и все они подвергаются нападкам. Брак – это одна из них, которую Бог имеет для нас, и он подвергается нападкам. Дьявол атакует все святое, что Бог имеет для нас. Во святой день мой. Мой святой день – это день Господа. И будешь называть субботу отраду святым днем Господним, и почтишь ее, то будешь иметь радость в Господе. Это бремя для вас или благословение? Это день, который он благословил, и он хочет, чтобы вы пережили это благословение, друзья. Вопрос номер 15. О, позвольте мне поговорить об этом. Помните, после того, как люди получают печать, эти ангелы, о которых мы говорили, когда мы начали нашу передачу, они сдерживают ветры разрушения, великие бедствия, пока не произойдет что? Пока служители Божьи не получат печать Божью, субботу Божью, в свои сердца и в свой разум. И после того, как это произойдет, ангел высвобождает свою власть, и семь последующих бедствий изливаются на мир. Друзья, вы можете видеть, почему это такое важное пророчество. Для нас последние дни, чтобы вернуться к вере апостолов. Когда Иисус зашел на небо, 12 апостолов и ранняя церковь соблюдали все 10 заповедей. Иисус вернется за церковью, которая будет вновь соблюдать все 10 заповедей. Мы должны верить, что как только ангелы высвободят свою власть, бедствие обрушится, и мы хотим быть под сенью его руки, когда это произойдет. И он стучится в дверь вашего сердца сейчас. Те из вас, которые слушают нас прямо сейчас, он приглашает вас, чтобы вы были не только нашими слушателями, но и исполнители. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok